В фильме снимались Дин Кейн, Роберт Патрик, Стэн Шо, Александр Ли, Кэрол Бейкер, Кэлли Роуин, Дрю Снайдер, Альфред Уиггинс, и Ричард Брэдфорд. Продюсер Джон Перренфлин. Автор сценария Джеймс Перриот. Авторы сюжета Энн Райс и Джеймс Перриот. Режиссер Джеймс Перриот. Radiozt. Режиссер Джеймс Перриот. Продюсер Джеймс Как Ему нужен врач. Скорее. Отец Тони. Благословите меня. Прошу вас. Не могу. Найдите врача. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Паре, Сын и Господь. Среднего роста? Да. И телосложения. Ты уверен, что это был полицейский, а не какой-нибудь рабочий? Уверен. И он видел, как ты стрелял? Не мог не видеть, он стоял в двух шагах. Ладно, ладно, я тебе верю. Значит так. У нас есть парень с наркотой и есть угнанная тачка. Тот, за кем знался я, Кишон Паркер, скупщик градино. В этой машине был его груз. Есть все улики, все как тебе нравится. Но у нас нет пистолета. Он выронил его, когда я стрелял. Он должен быть... Но ребята из внутренней службы ничего не нашли. Ты вроде знал его. Семья Оффеннонов. Живут на третьей улице. Ладно. Найдем мы пистолет. Или полицейского. Или так. Что-нибудь мы должны найти. Тони. Ты не уныл. Не зацепивайся. Вам могло показаться? Свет отразился от здания или от лодки. Я видел пистолет. При стрессе воображение нас иногда подводит. Давно вы работаете патрульным? Два месяца. Закончил академию в марте. Вы были лучшим? Да, сэр. И лучше всех стрелял. До этого вы были католическим священником, верно? Два года. После семинарий. Где это было? В Техасе. Можно, наверное, работать в Техасе. Во всем есть и хорошее, и плохое. По характеру вы человек действия. Мне говорили это, когда я поступал в полицию. Если бы вы занялись поисками пистолета, мы на вашей стороне успокойтесь. Мы тоже хотим найти этот пистолет или полицейского. Это вопрос времени. Правильно. Но если ничего не найдем, начнется дело о превышении полномочий. А адвокаты задают каверзные вопросы. Правда, что вы были знакомы с жертвой? Моран, я слышал, ты завалил святую троицу. Убить отца. Убить сына. Убить черта в ступе. Дуч. Закрой ров. Есть четвертак? Я бы взял доллар. Разве она принимает доллары? Спасибо. Тихо. Отойди. Да. Эти автоматы не меняются. Ты снял эту дыру на Мэдисон-стрит? Да. Академия больше меня не содержит. Поздравляю. Там еще остались следы от выстрелов. Тебе стоит изучить район. Ричи тебя отвезет. Не надо, я... Я сам. Что с ним? Все просто. Он думает, зачем он ушел из церкви. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА Я очень любила сидеть здесь, в баре. Не надо же. Теперь сюда приезжаешь ты. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Место знакомое. Я здесь как дома. А раньше было по-другому. Недалеко от церкви. И ты рядом. Не сваливайся на меня. Лучше подумай об отце. Он знает, что ты сюда переехал? Глупый вопрос. Постарайся, постарайся как можно дольше не ставить его в известность. Кто тебя рассказал? Сестра Би прибежала ко мне во время занятий. Сестра Би прибежала ко мне во время занятий. Через 10 минут, как это произошло. Новости быстро распространяются. Ты знал, что это могло случиться? Ты же полицейский. Да. Он спросил о своих правах. Узнаю о Фэнненов. Я подстрелил его. И он заговорил со мной. Ты благословил его? Ну, разумеется. О, Боже. Ты выбран тернистый путь. Ты уверен, что поступил правильно? Я думаю, что каждый ищет свой путь к искуплению. Соу-Фэненов. Продолжение следует... 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 Понимаешь? И я тоже. Послушай. Как бы то ни было, ты поступил правильно. Нельзя быть священником в полицейской форме. Господи, тут все прогнило. Мистер О'Фэннон? Я вас знаю, да, сэр? Тони Моран. Вы сейчас священник или полицейский? Полицейский, мэм. Но я отпустил грехи Джесси. Он попросил меня. Я хотел, чтобы вы знали. Он приходил сюда вчера утром. Ведь отец давно выгнал его из дома. Прошло почти три года. Что он хотел? Денег. Он не бросил наркотики, это было видно по глазам. Он стал, как всегда, ссориться с отцом. Я еще не видела его таким злым и, таким расстроенным. А после этого Джонсо сидит и смотрит телевизор. Миссис О'Фэннон, вы не знаете, у Джесси был пистолет? Вы должны знать ответ на этот вопрос. Джесси был прекрасным мальчиком. А вы ведь помните, играл в бейсбол. Кто знал, что все так закончится. Мне жаль. Поэтому я с вами разговариваю. Может, что я скажу вам, мистер Моран? Лучше бы вы исповедали его в церкви, чем застрелили на улице. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Куда он подевался? Что за чертовщина? Кишан Паркер на свободе. Если кто не в курсе, вчера мы пытались сорвать его операцию, однако ему удалось уйти от вагони. У нас есть имена и адреса его подружек и деловых партнеров. Он дамский угодник, имейте это в виду. Тебе что здесь надо? Поступают многочисленные жалобы, что они покушаются на частную собственность. Помните, дело это весьма деликатное. Психиатр ходил? Пока нет. Еще происшествие в зоне Б. Угнали серебристый Ягуар 96-го года. Номер С-22-Т-4-7. Владелец дама из городского совета. Именно. Это случилось полтора часа назад, так что есть шансы его отыскать. Вот так. Всем спокойной ночи. Я хотел поговорить? Жвачку? Нет. Не убей. 6-12. Беспорядки на улице Вашингтон, Бэрон. Отзовитесь. Я знал одного полицейского. Лихой был парень. Он преследовал фтоугонщика на улице. И никто не виноват. Заметь, что в этот момент один старый бродяга вдруг решил перейти дорогу. Будь это другой полицейский, про этого беднягу сразу бы забыли. Но совесть не давала ему покоя. Бедный Лойк. Он стал видеть бродяга даже в своей гостиной и на кухне. Он увидел их даже на комоде. Он стал бояться выходить из дома. Ладно, в чем суть? Суть в том, что его совесть ошиблась. Не было причин себя винить. Как и у тебя. Ты пока не видишь бродяг, Тони? Я не скажу тебе, что я вижу. Мне все равно, что ты видишь. Главное, что это не бродяги. Уверен, они мне не мерещатся. Хорошая сегодня будет ночка. Ворота на кладбище открыты. Там кто-то есть? Черт. Вот где бы я не стал прятать машину. Ты понимаешь? Нет. Полиция, положите руки перед собой. Я повторять не собираюсь. Кишон Паркер. Кишон Паркер. Я звоню в участок. Ворота. Восторжевая пилотwing. Я вернусь. Паркер. АПЛОДСКОСОРОНСКИ Мы встретимся здесь. Еще и плотко. Смерти. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так лучше. Не уверена, тут такой беспорядок. Моя мать видела призрак женщины, стирающие носки в нашем подвале, каждый вторник в 4 часа. Всегда были носки, всегда во вторник, и ровно в 4. Честно говоря, я не уважаю людей, несущих подобную чушь. Я не говорю, что ты не видел эти цифры. Просто ты был слишком взволнован. А эти цифры, теперь ведь их там нет. Все нормально? Мисс, мисс, помощь нужна? Я нашла свою машину. Могу я чем-то помочь? Нет, спасибо. След от иглы – это героин. Когда он словил кайф, то взял пистолет и застрелился. Записка? Ничего нет. Зачем угонять машину? Может, он любит запах новой кожи. Теперь она пахнет по-другому. Объясните это владельцу. Тони? Карен, я возьму. Мне говорили, что ты в полиции. Да, чуть больше года. Странно, что мы так встретились. Мисс Том, хотите осмотреть машину и личные вещи? Конечно. Все мое, кроме пистолета и шприца. А что сейчас? Нужно подождать окончательного решения. Но это быстро. Все похоже на самоубийство. Везите его сюда. Все нормально? Нет. Я не люблю эти штуки. Тони умеет ей пользоваться. Ты шутишь? Мужчина, мясо, микроволновка. Тони многое, что они умеют. Я не выбрасывала ее из-за Джоша. Ну да, верно. Как ты сейчас? Без него мне лучше. Но не так хорошо. Это имеет значение? Никакого. Это местечко наводит тоску. Увидев это, папа мог бы получить инфаркт. Не дурно. О, Господи. Что? Смотрю в зеркало и словно вижу себя в далеком прошлом. Отец мне каждый раз так говорит. Неужели я выгляжу, как ты? Да. Особенно в таком интерьере. Но почему Тони из всех мест? Что такое? Все нормально? Мое воображение разыгралось не на шутку. Здесь столько пустых рамок. Раньше, наверное, здесь было красиво. Да. Очень давно. Я задела вторую рану, тетя Мари. Что вы сейчас преподаете из школы? Сама знаешь. Ты не беспокойся. Сейчас все выглядит ужасно. Ну, я думаю, Тони наведет здесь порядок. Я возьму зонтик и выключу свет на кухне. Вот так. Его мать представляет жителей квартала на районных собраниях. А Кишон? Иногда помогает ей. Он контролирует район. Угон машин, скупка кразиного. Да, мне говорили об этом, но пойми. Этот район хотят сносить в июне. А у него связи и желание помочь нам. Говорят, что район собираются превратить в промышленную зону. На следующей неделе голосование в Совете. Это непростой момент. Все эти люди лишатся своих домов. У них есть твой голос? Естественно. Можешь на меня положиться. Десять, сорок, восемь, семнадцать. Не знаю. Не знаю, это загадка или код от твоего школьного шкафчика? Вообще-то код от моего шкафчика был тридцать шесть. Четырнадцать. Двенадцать. Да? Неужели я до сих пор это помню? Мы же учились в разных школах. Как мило. Спасибо. Тебе помочь? Нет, не стоит. Я слышала о вчерашнем выстреле. Да. У меня остались твои вещи. Дай угадать. Это игрушка Меган. Да. Да. А Чарли повлекается солдатиками. Значит, твой развод им не понравился? Да. Они скучают по нему. Еще бы. Как ты думаешь, они не станут это разглашать? Про труп в моей машине. Это не мне решать. Маня, что? Ты сказал то же самое, когда ушел от меня в церковь. Не, да. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй КОНЕЦ Расслабься, парень. Он приведет нас не к соблазну, но убережет нас от зла. Он приведет нас не к соблазну, но убережет нас от зла. КОНЕЦ Люби ее, пока можешь. КОНЕЦ КОНЕЦ МОНЕЦ 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 КОНЕЦ Вернись. Я понимаю, что с вашим прошлым этот выстрел мог привести вас к стрессу. У вас никогда не было кошмаров, головных болей? Ни разу. И если вы окажетесь в такой же ситуации, то... Я без колебаний сделаю то же самое. То есть убьете человека? Да. Сейчас этот район коммерчески очень привлекательный. Но он находится слишком далеко от центра города. А городу нужен бизнес, работа и спокойствие. Джонни Ройкин тот еще тип. Смотрите, как он нам сказки рассказывает. Посмотрите вокруг. На этих землях построены дома. Но в ближайшие лет 10 нас ожидает потеря денег налогоплательщиков. Это же гнездо криминала. Разве этого хотят люди едва ли? Индустрия, доход. Вот что нужно. Работа для лучшей жизни. Он не возьмет их на работу. Скажет, что они не образованы. Он думает лишь о своих доходах. Думаете, он победит? В Совете нет единого мнения. Я рассчитываю на Карен. Она за нас горой. И вы считаете, Кишон не угонял ее машину? А вы думаете, он настолько глуп? Он знал Карен, работал с ней. Я считаю, что он хотел поднять свой авторитет в этом городе. Если бы парни Кишон угнали ее машину, он бы сразу ее вернул. Это здесь. Я туда не входила. Ну и местечко. Никто не смел сюда входить, пока он был жив. Не то, чтобы он часто здесь бывал. Просто ему нравилась обстановка. Шоан всегда любил красивые штучки. Мебель, техника. А видео? Конечно. Он постоянно снимал что-нибудь на свою камеру. Он употреблял наркотики? Исключено. Пустить пулю себе в голову? Никогда. Он был тщеславен. Очень любил себя. Я учила его с четвертого класса. И я тоже так считаю. А что насчет цифр? 10, 48, 17. Для меня это пустой звук. Вот, здесь он разговаривал с членами городского совета. Посмотрите. Таким я его помню. Своего сына. Они делают здесь, что хотят. Суть в том, что они пинают людей из одних трущоб в другие. Это Джонни Ройкин. И один неизвестный, который контролирует весь город. Здесь ничего. А ну, давай. Отойди, Ричард. Нет, там мой доллар. Я брошу это, а ты брос Кишона Паркера. Это не самоубийство. Почему? Потому что его мать так сказала? Или из-за его блестящей речи? Ты все подстроил. Пистолет его. Отпечатки в машине тоже. В городе у него не было врагов. Мы сорвали его последнюю операцию. Он понимал, что ему настал конец. Скажите ему, шеф. Расследование окончено, Марин. А ты все еще под подозрением. Внутренние службы достали тебя, и просто так они не отстанут. Есть новости? О'Фэннены подают в суд за превышение полномочий. Но это не значит, что они выиграют. Нет, парень повернулся, а ты что-то увидел. Этого будет достаточно. Значит, будет слушание. Когда найдется свидетель, твой полицейский? Иди домой, Маран. Не исходи с ума. Тони, я сделаю все, чтобы найти этого полицейского. Да, я знаю, знаю. И очень ценю. Спасибо. Дэниэл Райан. Шеф, почему ты не нашел? Вы знаете этого парня? Да, он умер в 51-м. А ты знаешь, сколько мне лет? А где его личное дело? Наверное, в центральной. Твой отец работал в 6-м отделе. 30 лет. У вас с ним не лады, верно? Все, что ты там поймаешь, это пару дохлых рыбан. Ты опять начинаешь? Какая разница? Ты ничего не слушаешь. Я говорил с внутренней службой, о Фенноне начинают дело. Я знаю. Да ты не волнуйся. Если преступник угрожает тебе, надо стрелять. Это ясно. Я это уже сто раз слышу. Это правда. Если такое повторится, действуй, не разумывайся. Не сомневайся. Ты сможешь повторить это, Тони? Вот что я хотел спросить. Если не сможешь, и каждый раз будешь оправдываться, хватит. Нет, не хватит. Мы говорим о твоей жизни. Именно моей. Моей жизни. И твоей. Это тебе не касается, ты ошибаешься. Это касается всех нас. Что касается всех? Мое решение уйти? Ты ведь на этом улетаешь? Пять лет учебы. Пять лет ты готовился вступить в церковь. Я ошибся. Был неправ. Совершил ошибку. Дело не только в этом. Хватит. Стой, Тони, вернись. Ты спрашивала о Дэнни Райане. Ты нашел его имя в своей квартире? Он жил там после войны. Гангстеры решили устроить бар на первом этаже. И Райана крепко прижали. Его обокрали? И не только. Ну же, иди сюда. Иди. Иди. Помнишь уличную лотерей? Хотя вряд ли. Ставишь на комбинации с трех чисел. Это называлось числа. У каждого в городе были свои числа. То есть один, два, три называлось числом китайца. Четыре, одиннадцать, сорок, число прачки. Их было миллионы. А скажем, десять, сорок восемь, семнадцать? Нет, такого не помню. Там крутились большие деньги. И много вороватых полицейских. Райан был худшим. Я не мог смотреть, как он гулял с Марией. Я предупреждал ее, что этот добром не кончится. Она не слушала. Упрямая, как и ты. По официальным данным, мы убили при исполнении. Мы нашли его машину на старом хлопковом складе. На земле была кровь. Но мы не нашли тела. А Мари... ...после этого стала монашкой. Я поймал. Отличие. Просто замечательно. Теперь меня можно не слушать. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, парни. Кто-нибудь ставил сегодня на матч с билсами? Они выиграли. У них неплохой подающий. Вот твоя доля. Мало? Хочешь еще? Только если вы, ребята, пригласите меня петь перед сенатором. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 10-48-17. И что это значит? Это число шантажиста, Дэнни. Тебе ли не знать? Если ты ставишь на эти числа, будь готов платить по счетам. Упакуйте его. Отвезите на склад. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Уже глубоко. Закидай его мусором. Понял? И заложи кирпичами, чтобы выглядел так, как раньше. Хорошо? Понял, босс. Жду тебя в машине. Иду. Хватит, вы всех разбудите. Тоня. Я думаю, Бог создал только одного человека для каждого из нас. И не надо к этому специально готовиться. Просто надо найти его. Дэнни был твоим. Он был для меня целым миром. Всем. Я верила, что он чувствует то же самое. Я все вернусь. А это происходило часто. Его убили. Мой отец его ненавидел. Часто я тайком выбиралась из дома. Мы встречались в баре. Дядя Дэнни владел им. Пожалуй, Дэнни получил то, чего заслуживал. Это как-то связано с сенатором? Сенатор Эстас Кефауфер возглавлял комиссию по расследованию коррупции. И Дэнни захотелось легких денег. Он шантажировал боссов. Он послужил примером остальным. Его тихо убрали, а остальных запугали. Дэнни не знал страха. И никогда не умел остановиться. Помнишь, я говорила, что каждый из нас ищет свой путь к искуплению? Это мой путь. Я делаю это для нас обоих. Я делаю это ради своей души и ради души Дэнни Райана. Райан! Райан! Хватит копаться. Это лишь кости. Что тебе нужно? Ничего. Зачем ты меня преследуешь? По-твоему, я этим занимаюсь? Тогда я бы задал себе другой вопрос Тони. Например, в чем смысл жизни, смерти? И существует ли на самом деле Бог? И что же? Если я скажу тебе, что не понимаю, что происходит, ты мне поверишь? Нет. Это правда. Просто два грешника. Парочка испорченных католиков. Тебе нечего от меня скрывать, Тони. Не пытайся. Ты всегда за твоей спиной? Это неприятная мысль. Тони, мне и так приходится не сладко. Большую часть времени я провожу в темноте и в холоде. Нет рая. Нет ада. Нет вообще ничего, кроме тебя. Я слышу твой голос, ощущая тепло твоей комнаты. Как будто ты даешь мне силу, силу к пробуждению. Мой взгляд медленно концентрируется на тебе, твоей комнате. И твоей тоже. И кто же это, Маран? Кто-то манипулирует нами. Заставляет постоянно следить. Погоди. Кто-то запачкал руки. Те числа на лобовом стекле, помнишь? Число шантажиста. Кишан Паркер тоже занимался шантажем? Нельзя осуждать человека, занимающий амбицией. Кого он шантажировал? Догадайся. А что с пистолетом? Он там. А где это? Ты же полицейский. А где он? Эй! 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 Латы! Продолжение следует... Есть кто? Продолжение следует... Продолжение следует... Есть кто? Продолжение следует... Стоп, стоп, стоп. Подождите. Послушайте, я пришел с миром. Я не уличный вор, я не буду вас арестовывать. Я хочу задать один вопрос. Где вы раздобыли этот пистолет? Я знаю одного полицейского из восьмого отдела. Три года назад он ввязался в один крупный супружеский скандал. Похоже, он застал свою жену в постели с продавцом машины с Хьюстона. Все были подмокрой, у всех были пушки. Ну, слово за слово начала спальба. Пули свистели, рикошетли по всей комнате. И наш полицейский бросается на пол и ждет, пока все успокоится. Когда все становится тихо, он встает на ноги. Подъезжают еще двое полицейских. Они смотрят вокруг и не верят своим глазам. Это место было изрешечено насквозь. И никто, ни один человек, включая нашего полицейского, не получил ни царапин. И в чем же суть? Погоди! Сейчас доберусь до нее. Наш парень чудом остался жив. И он ходит с таким видом, будто потерял лучшего друга. Другой полицейский решил спросить его, в чем дело. А тот смотрит на часы и говорит, смотри-ка, уже семь. Мы еще успеем на карнавал. Наверное, я прослушал. Не вижу сути. Фоже, суть на твоем лице. Тебе выпала такая удача. А у тебя вид, будто тебе час жить осталось. Ребята, я больше не нужен? Мне надо ехать. А куда я тебе собрался? В городской совет, голосование через час. Хочу посмотреть. Мы еще успеем на карнавал. Это забавно. Или нет? Городской совет решает вопрос о продаже шестого района в собственность компании «Ройкин и партнеры». Район первый, мистер Дюран. Да. Записано «да». Район второй, мисс Шеридан. Нет. Записано «нет». Район третий, мистер Лабланк. Да. Записано «да». Район четвертый, мистер Дювале. Нет. Записано «нет». Район пятый, мисс Родригес. Да. Район шестой, мисс Томс. Да. О, нет. Я голосовала по совести. Это было трудным решением, больше сказать нечего. Прошу меня извинения. Отойдите. Спасибо. Кишон тебя шантажировал. Не будь идиотом. Что у него на тебя было? Ничего. А какую роль в этом играл Ройкин? Это он играл Кишона? Так он получил твой голос? Извини, у меня полно дел. Послушай, Энэй. Ты соучастница убийства, ясно? Если ты не признаешься, я помочь не смогу. Пока еще можно все исправить. Ты хочешь сделать этих людей бездомными? Ты не на проповеди, Тони. Она не дает тебе покоя, верно? Ты занимался с ней этим? До того, как принял веру? Разумеется, да. Сейчас 90-е. И все грешники. Политики, священники. Я прав, Тони. У каждого есть грязные секреты. Отойди. Любой выстрелит в цель. А если жертва будет смотреть тебе в глаза, не убей, Маран. Не выжилай. Не укради. И так далее. Если все будут соблюдать заповеди, ты останешься без работы. Но ты так усердно обвиняешь сам себя, что не видишь чужие грехи. Почему ты не понял, что она сделала? Может быть, ты мне скажешь? Ты сам знаешь. Стреляй, святоша. Давай. Стреляй. Стреляй. Поздравляю, Маран. Официально ты чист. Извините. Что здесь делают Офэннены? Регистрируют пистолет. Он принадлежит отцу Джесси. Он знал о пропаже? Нет, пока ты не грохнул парня. Он стащил его из дома тем утром. Против вас я ничего не имею. Я хотел защитить Джесси, понимаете? Не хочу, чтобы о нем думали. Плохо. Раз он уже умер. Простите. Что вы? Мне нужны люди. Поступило сообщение из района Вэлли. Похоже, там серьезные беспорядки. Это решение Совета? По радио сказали, что Ройкин устраивает вечеринку. Представляешь? Я тоже туда поеду. Моран, тебя это не касается. Хватит с тебя одного случая. Вперед за дело. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ты так усердно обвиняешь сам себя, что не видишь за этим чужие грехи. Я виноват. Я во всем виноват. Я виноват. Очнулся. Все нормально. Не двигайся. Я полицейский. Ты раненый полицейский. Слава Богу, ты цел. Пошите газовые трубы. Объясните ему, что он полицейский. Пленки. О чем это ты? Записи. Она есть только на этом виде. Ничего интимного, но... Это как-то связано с голосованием. Мой сын невиновен. Кишон, можно выключить? Кишон, перестань. Похоже, они были не просто знакомыми. Кишон, выключи ее. Пошли. Вот, молодец. Так, и что мы хотим на ужин? Цыпленка. Цыпленка, правда? Ладно, будет цыпленок. Идите в дом и подождите маму. Хорошо? Я скоро. Привет. Привет. Кишон был твоим любовником. У меня не было выбора. Сколько он уже работал на Ройкина, когда снимал это? Какая разница? Карен. Где ты ее взял? Это тебе не нужна, Карен. Другая у Ройкина. И он ее не отдаст. Я сказала, что мне все равно, что нельзя купить гос. И они убили Кишона в твоей машине. Тони, постарайся понять. У меня двое детей. Я им нужна. Я не решилась. Проект, моя карьера, это все не важно. Проект, моя карьера, это все не важно. Карен, пока ты с нами, эту пленку никто не увидит. ПОЮТ, моя карьера. ПОЮТ, моя карьера, это все не важно. ПОЮТ, моя карьера. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok